Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня Сорока на хвосте принесла, скажем так, не очень радостную новость. Умер бывший губернатор Рязанской области, в последнее время работавший сенатором Олег Иванович Ковалев. Как говорится, у нормальных людей о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но тут же один из самых, наверное, безотвязных блогеров Рязани начал поливать покойного, тело которого еще, как говорят, не остыло, грязью, обвиняя во всех грехах, включая Содомский. Мне же хотелось вот о чем поговорить. Да, при Ковалеве мои коллеги-журналисты чувствовали себя в последнее время, в последние годы его правления не совсем уютно. Сначала, когда он пришел, было все нормально, писали и хорошее, и плохое. Потом у человека почему-то появилась такая, знаете, маниакальная мысль, что все хотят его сместить с поста губернатора. Поэтому серьезных и ярких личностей рядом с собой ныне покойный Ковалев не терпел. Доставалось и журналистам прессовали тех, кто пытался что-то противопоставить действующей тогда власти не по-детски. А что сейчас? Да сейчас сто крат хуже. Так называемые оппозиционные СМИ просто-напросто перекупленными оказались, варягами. Если раньше Ковалев, он, ну, и соседний был области из Подмосковья, то сейчас приехали люди, которые, в общем-то, далеки и от Рязани, и с Рязанской области их по большому счету ничего не связывает. Вахтовый метод управления применяется в текущий момент в Рязанской области. Еще один момент. Мои друзья, среди которых немало серьезных бизнесменов, свой бизнес вывели из Рязанской области, начиная с 2017 года. Почему? Причина проста. Все знают. Работают только авторитетные бизнесмены и аффилированные с властью фирмы. Те же, кто попытался сказать свое «я», не то что хлопнуть кулаком по столу, а просто возразить, оказались в совсем незавидном положении. Вот так вот. Так что Ковалев Олег Иванович, пусть покоится с миром, А вот люди, которые сейчас управляют Рязанской областью, пусть подумают, какими словами будут их вспоминать. Всего доброго. Берегите себя. Сорока принесет еще новостей на хвосте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!